В эфире Кофе Плюс мы часто рассказываем вам о различных видах спорта, пробуем некоторые из них сами и вообще призываем вас тоже по возможности заниматься различной физической активностью. Впрочем, у спорта порой бывает и обратная сторона, различные травмы, причем порой весьма специфические. Недавно телеканал BBC проводил расследование о связи между ударами головой в футболе и повреждениями мозга и снял фильм под названием «Деменция. Футбол и я». О травмах головы и о влиянии спорта, не только футбола, на головной мозг мы поговорим с опытным спортивным врачом. У нас в гостях Валерий Ковалев. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот в этом фильме BBC один из футболистов говорит, что он тренирует примерно 100 ударов головой. Это Алан Ширер, легенда английского футбола. И при этом он до сих пор не считал, что это каким-то образом может навредить его мозгу. То есть насколько действительно сильна эта взаимосвязь между ударами головой и повреждениями головного мозга? Ну, как говорят нейрохирурги, ни один удар по голове не проходит бесследно. Ну и специфика английского именно футбола в том, что у них достаточно большое внимание уделяется ударами головой. И здесь, понимаете, механизм травмы головы, он всегда специфический. Здесь сам головной мозг находится в черепной коробке. Она поэтому и так и называется. И находится в таком подвешенном как бы состоянии. Там две оболочки, жесткая оболочка твердая и мягкая сосудистая. И удар, приходящийся по голове, вызывает определенные повреждения головного мозга и сосудистой оболочки. Ну, стандартный футбольный мяч действительно весит до 450 граммов, а его скорость может превышать 100 километров в час. Вот, например, известный бразильский футболист Роберто Карлос своей пушкой заряжал снаряд со скоростью под 200 километров в час. То есть можно ли столкновение мяча с головой сравнить с серьезным ударом рукой, например, в боксе? Ну, здесь не совсем правильное сравнение, потому что все-таки мяч прилетает определенное расстояние до столкновения с головой, а удар кулака приходится непосредственно в голову. И здесь вступает в свои права законы физики. Вот, поэтому есть определенные науки, которые изучают эти вопросы. Это биомеханика спорта, потом уже физиология повреждения. Но все-таки вы как врач рекомендовали бы как можно реже футболистам играть головой? Может быть, детям на тренировках вообще запрещать головой играть? Мне, кстати, доводилось слышать, что в некоторых клубах, в некоторых странах запрещают действительно до определенного возраста играть головой детям. Это правильно. А до какого в таком случае? Здесь, видите, существуют определенные возрастные ограничения, а по крайней мере, существовали раньше, для занятий определенными видами спорта. В частности, единоборствами, где удары в голову составляют большой процент травматизма. Вот. Ну, возраст здесь, конечно, играет роль. Ну, когда уже организм сформировался в основном, это здесь уже можно допускать это. Ну, а футбол там, понимаете, удары головой по мячу, правильно выполняемые технически, не наносят большой травмы, потому что здесь идет перенаправление удара мяча, показательный, а не прием мяча, летящего с большой скоростью. Это уже прямая травма. Но, скажем, получается, что тогда спортсмены сознательно идут на такой риск, зная о том, что удары, полученные в голову, если мы говорим о единоборствах, или удары головой о мяч, если мы говорим о футболистах, могут нанести какой-то вред и, в принципе, привести к преждевременной деменции. Ну, если рассматривать деменция, в принципе, дефиниция слова деменция – это приобретенное слабоумие. Это широкое понятие. Но это связано с повреждениями головного мозга? Естественно. Ну, вот есть английский футболист, известный Джефф Асла, который умер в возрасте 59 лет от деменции, и есть предположение, что она была вызвана именно вот частой игрой головой и повреждениями головного мозга. Тут не совсем корректно говорить о том, что он умер от деменции. Он умер, по всей видимости, от других причин. Хорошо. А давайте поговорим о других видах спорта. Возьмем, к примеру, американский футбол или хоккей. Вы ведь сами работали спортивным врачом в хоккейной сборной Эстонии. Насколько эти виды спорта опасны, в том числе для головного мозга, ввиду частых столкновений? Ну, американский футбол, конечно, более травматичен, чем хоккей. Но там защитная экипировка, вы посмотрите, она наиболее продвинута в области спорта. Шлем, плечники. Но там специфика именно этого вида спорта, потому что большие удары головой. Да, но несколько лет назад было проведено исследование, согласно которому 96% профессиональных игроков в американский футбол страдают хронической травматической энцефалопатией. Вот это правильно. То заболевание, при котором дистрофически изменяется ткань головного мозга, и это приводит к нарушению его функции. Ну, видите, это специфика данного вида спорта. Это выбор спортсмена, каким видом спорта он занимается. Но каким-то образом он может себя предохранить от этого, например? Не заниматься. Ну, не заниматься. Ну, здесь, конечно. Дело в том, что правильно методически построено тренировочное занятие, где тоже возникает травматизм. Правильно техническое выполнение определенных элементов, знания техники и овладения техникой спортсменом сводит это к минимуму. Естественная экипировка. Ну, вот есть же еще один пример известный. Это голкипер Петр Чех, который во время столкновения, во время футбольного матча получил тяжелую травму головы. И с тех пор он всегда узнаваем на поле по вот этому защитному шлему, в котором он ходит. Вот для футбольного вратаря, например, это актуальная защита. Вы бы порекомендовали в качестве профилактики, например, всем голкиперам назевать подобные шлемы, как у Петра Чеха? Ну, в идеале, конечно. Чем больше защитной экипировки, тем меньше травматизм. Но вот если рассматривать игровые дейспорты, для вратарей, конечно, больше травмы головы происходят в гандболе, когда происходит удар. Там с большей кинетической энергией мяч попадает в голову. Но вы сейчас работаете в спортивном клубе Будо, это единоборство. И, соответственно, как можно расценить влияние единоборства на головной мозг человека? Если мы, например, говорим о буксе, то там прямые удары, как вы уже говорили, в голову. Но если Андрей уже приводил цифры про американский футбол, то я вам скажу, что бокс, где происходит наиболее количество больших ударов в голову, в процентном отношении гораздо меньше вот этой травматической энцефалопатии, чем в американском футболе. Ну и в любом случае мы не застрахованы от каких-то экстренных ситуаций, которые могут случиться даже во время игры в шахматы. Можно упасть со стула и получить сотрясение головного мозга. У нас в гостях был спортивный врач Валерий Ковалев. Спасибо вам.